это канал глубина 52 меня зовут вадим леон канал в котором мы с вами будем вместе изучать подводный мир средней полосы пока все водоемы заперты подо льдом и настоящий сезон дайвинга еще не открыт мы решили прокатиться по нижегородской области посмотреть где же можно отдохнуть и возможно есть бассейны и можно с пользой для здоровья и интересно провести время поехали всего лишь 45 километров от нижнего новгорода динамит перед указателем запрутных сворачиваешь налево и двигаешься примерно два с половиной километра по хорошей дороге вдоль ел ошибиться в принципе невозможно на первом же повороте уходишь направо и до следующего указателя на развилке стоит вот такая памятная стела табличка на самом деле исторические сего кадница известная с 14 века несмотря на то что от разы совсем недалеко здесь на удивление очень свежий воздух может быть потому что здесь сосновый гор от этого дышится очень легко даже на морозе ну и то что вы уже на месте дает безошибочно понять вот эта стела которая находится за моей спиной с надписью держиниц на самом деле название держиниц появилось чуть позже детский лагерь изначально носил имя села котором находится именно кадница но пойдемте на территорию посмотрим что же здесь есть легендарная порода каднинских зимних котов коты охранники пройдя буквально 200 метров мы с вами подходим к комплексному зданию именно сюда нужно прийти когда ты только что приехал здесь администрация ресепшн ресторан бильярд айдетская комната на площадке перед этим зданием часто проводят веселые праздники где собираются не только приезжие но и жители соседних поселков не так давно появилось новое развлечение это катание на снегоходе которое пользуется популярностью особенно у детей вот мы дошли до горнолыжного спуска это с левой стороны бугельный подъемник можно использовать как горные лыжи так и сноуборд единственное что нельзя кататься на ватрушке и на санках склон длиной примерно 550 метров и достаточно широкий чтобы на нем уместилось несколько лыжников и Субтитры делал DimaTorzok Слышится? детям на круто же скажи даже прошелся уже не такой прокат лыж коньков и сноубордов доступен всем желающим здесь можно проводить настоящие хоккейные соревнования что в общем-то и делают среди отдыхающих на призы загородного центра держать бассейн бассейн это отдельная тема отдельная любовь и отдельная страсть посещение также доступно всем желающим не обязательно здесь проживать если выбрать время то ты на дорожке можешь оказаться вообще один на плаваться просто вдоволь после можно посетить сауну после активности на свежем воздухе очень хочется горящей пищи и с этим здесь все в порядке еда простая и на удивление очень вкусная на выбор заселившимся есть как минимум несколько блюд но если вам и этого недостаточно есть меню в котором вы можете выбрать дополнительно еду и напитки вкусно я выбрал грибной суп давно не ел и очень приятно зимой с мороза поесть настоящего грибного наваристого супа давайте еще немного пройдемся по территории слева от комплексного здания находятся корпуса в которых как раз вы можете разместиться для отдыха на природе как бы это банально не звучало есть мангал и достаточно вместительная беседка но сейчас предлагаю пройти изнутри посмотреть как выглядят жилые корпуса трехместный номер соответственно три кровати есть телевизор в номере есть свой холодильник стол в каждом номере есть небольшой но удобный сам узел для и все для личной гигиены также есть и двухместные номера а сейчас мы отправляемся в другую часть загородного центра чтобы посмотреть на коттеджики которые находятся уже ближе с плот есть номера с двуспальной кровати также в номере есть телевизор шкаф и свой санузел в каждом номере также есть номера с двумя односпальнями кровать самым большим номером на пять человек является вот этот номер здесь два крыла здесь на двоих и здесь одна двуспальная кровать и дополнительное место раскладной диван также телевизор здесь уже совсем другой санузел есть душевая кабина ну и сантехника уже классом повыше еще один корпус я хотел бы вам показать который представляет загородный центр держин для проживания уже большой компании он идет под номером 6 по прайсу но его кодовое название такое местные скажем это офицерский домик давайте посмотрим почему его так прозвали это дом состоит из двух этажей о бильярд все лучших традициях русского офицера теперь понятно почему так прозвали здесь можно настоящие баллы закатывать совершенно смотрится очень круто это конечно уже на порядок выше чем предыдущий дом светлый просторный холл водильная доска но согласен если приезжаешь на несколько дней то хочется чтобы твои вещи были в порядке после дороги еще одна комната с двумя односпальными кроватями это еще не все самое интересное наверное нас ждет на цокольном этаже ну можно сказать просто но самое главное чисто да то что мы особенно любим и ценим саунах это все таки чистоту сейчас сауна выключена поэтому не получится посмотреть а срок со вспышкой 6 человек смело здесь вместе сегодняшний день мы провели в загородном центре держиниц посмотрели все все очень понравилось однозначно рекомендую к посещению здесь найдется занятие по душе и по интересам каждому приехали вы один или большой компании ссылка будет в описании всем спасибо за просмотр особенно тем кто досмотрел до конца буду ждать ваши комментарии подписывайтесь надеюсь это не последний обзор загородных центров и баз отдыха по нижегородской области до новых встреч